Доброго времени суток. Сегодняшний наш ролик будет прохождение, четвертому прохождению моего обследования после операционного периода. В декабре 2020 года я записался на прием, здесь у нас к Роман Владимировичу, к хирургу, на прием, попал и попросил направление на компьютерную томограмму. У нас сейчас онколога нету, отсутствует, и я хожу на прием к хирургу. Дал он мне направление, и уже в январе, в январе, 2021 января, я прошел компьютерную томограмму у нас здесь в городе Пикалеве. Как всегда, все прекрасно, все быстренько сделали. На следующий день я получил ответ, и в этот раз к моим всем образованием добавился очаг гиподенстной плотности 1 см на 12 позвонке. Это меня, конечно, маленечко смутило, и я после этого записался на прием в онкоцентр в песочной к Артуру Владимировичу. Попал я к Артуру Владимировичу 17-го числа, он посмотрел, ознакомился с дисками компьютерной томографии, их, как всегда, две штучки. А нет, в этот раз сошли, все записали на один диск, прошу прощения. Ну что ж, Артур Владимирович, я у него спросил сразу про этот очаг, он сказал, что этот очаг к онкологии не относится, ничего в этом страшного нету, он мне объяснил, как это дело называется, но я, увы, сейчас не могу дословно сказать, так как я забыл. Из рекомендации у нас, как всегда, через 6 месяцев компьютерная томограмма, но я ее делаю один раз в год, один раз в год, и получается у нас, так сейчас, заключение данных от 21.01.2021, данных нет за прогрессирование. То есть, мои, те новообразования, которые нашли у меня при помощи компьютерной томограммы после операции, они в размерах не изменяются, и на сегодняшний день они также остаются доброкачественными. продолжаем, также один раз в год я буду делать компьютерную томограмму, и также наблюдаться. Так, все сканы я в конце ролика, как всегда, прилеплю, прилеплю. Тут в моем заключении будет клинический основной диагноз, это гистологическая форма, он подтверждает мой время. Пришлось сделать отчет по сбору денежных средств на видеокамеру. Как вы помните, у меня сломалась видеокамера. Я очень долго мониторил Авито, смотрел бэушные варианты, ничего подходящего за разумные деньги я не находил. Это в основном все барахло, даже старее моих видеокамер, которые у меня были. На данный момент у меня уже было две видеокамеры, и все это китайская гави. Но служит только 5 лет. Через 5 лет это выходит на ровном месте, выходит из строя и больше не снимает. Долго я мониторил, мне выслали денежку, я ее отложил в сторону. Но в августе мне супруга подарила телефон Xiaomi. Я принял решение, что буду снимать на него. И, кстати, сейчас это мы записываем на него. И по многочисленным замечаниям по поводу звука я заказал вот такую петличку с Китаем. Теперь звук я исправлю. А что касается той денежной суммы, которая приведена, я ее потратил всю полностью на приобретение горшков для рассадки. В этом году кедров отдельно из рассадника, отдельно по горшкам. И все я потратил на ту сумму. Состояние здоровья у меня без изменений. Чуточку на общей динамике ухожу в минус. Также у меня продолжается бессонница, никуда мне их не деться. И частое переутомление. Допустим, тут супругой доделали венолеум. В кухне постелили. И где-то у меня уже часов в 5 вечера у меня уже нет сил просто работать. Вот такие вот дела. Так, что касается проектов на лето. Теперь у меня есть видео, есть хороший звук. Возможно, я сделаю больше проектов в летнее время. Ну, что, все прекрасно. Обследование прошло. Что тут еще можно добавить? Не знаю. Ну что ж, давайте прощаться. Со мной все нормально. В моем случае, как говорится, грех жаловаться. Сам думаю, сам хожу, что еще надо. До свидания. С вами был Сергей. Вот теперь таким образом у нас выглядит видеозапись. Это телефончик. Петличка. Петличка. И я еще докупил вот такую селфи-палку. Наш штатив у меня получается. Мой старенький штатив сломался. Удобство в этой селфи-палке заключается так, не сфокусировать меня. На этом пульте есть кнопки прибавления и убавления зума. Кнопка включения и делать кадр. Вот теперь все это дело выглядит вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.